Ну чё, друзья мои, отзыв про Etchip просили. Сейчас вместе его и посмотрим. Вот что я написал в этом комментарии. Написан отзыв о спиннинге Kaido Etchip 210-240. Написан отзыв 01-09-2017 года. Летом в июле 2017 года мы протестили этот спиннинг. Размер 240-210. Спиннинг отличный, скажем за свои деньги. Звонкий, чуйка хорошая. Строит тот, что надо. Правда, не для всех в обувь он подходит. Себе я его оставлю для троллинга на некрупные приманки. Для халок он слабоват. Но это моё мнение. Да и вот ещё. Думаю, он неплохо себя покажет на водоёмах без течения. Или со слабым течением. Скажем, для водохранилища он просто создан. Опять же, это моё мнение. Есть у него недостаток. Короткая ручка. Бывают огрехи с кольцами. Так мне сказали мои знакомые. Лично у меня проблем с кольцами не было. На тех двух спиннингах, которые были у меня. Вот стык на одной палке был слабоват. Легко входит и выходит. Ну а в целом, повторюсь, спиннинг Эчип. Классный спиннинг. Он понравился как мне, так и моему брату. Он в него просто влюбился. И мне придётся подарить ему его наднюху. Также на размер 2.10 ловил мой сын. Ему он очень понравился. Парень полюбил этот спиннинг. Как-то так, если вкратце. Вот мой отзыв, который я оставил под тем видео. И снова здравствуйте. Сегодняшнее видео я буду снимать тоже по просьбе подписчиков. Сейчас объясню почему. Многие мои подписчики и в комментариях, и в личку пишут практически все одно. Связанное с этой темой, которая сейчас будет. Илья, пожалуйста, сделай видео, видеоотзыв, скажем так. Как отработал спиннинг Эчип в твоих поездках. Понравился он тебе, не понравился, плюсы и минусы, расскажи о нём. Я людям на самом деле уже объясняю. Слушайте, друзья мои, вот я специально распечатал. Это, значит, написан отзыв в описании Кайда Эчип. 2.10 и 2.40. 0.01.09.2017 года. Вот. Этот отзыв я оставил 0.01.09. Сразу после прибытия. И сразу написал. В том видео, сейчас объясню ещё одну вещь. Значит, почему, значит, сейчас о чём вообще речь идёт для тех, кто вообще смотрит, наверное, вот этот ролик первый раз, не посмотрев первый ролик. Значит, вся эта суматоха началась после того, как я сравнил две палочки. Палку кайдовскую Эчип. Вот она. Сейчас мы о ней будем разговаривать. И сравнил её с палкой от Black Hole, интерцептором. Сейчас вот я расскажу предысторию. А так вообще это видео снимается, вот, в принципе, люди очень просят. Отзыв был написан, но люди хотят, чтобы я рассказал всё это дело в видео. Не знаю, о чём рассказывать, поэтому больше поболтаем, наверное. Сейчас расскажу, конечно, о спиннинге. Значит, всё это началось с сравнения этих двух палок. Видео я не помню, когда я снимал, там, какого месяца, но это было в 2017 году. Как это, с чего это всё началось? Люди у меня стали спрашивать какие-то бюджетные палки для троллинга. Илья, подскажи, какие бюджетные палки можно купить, какими бюджетными палками можно ловить. У меня в то время бюджетных палок не было. Ну, если не считая форслайна. Я не знаю, почему палка бюджетной не считается. На самом деле, форслайн от Black Hole, та же самая бюджетная палка. Возможно, она не нравится многим, как дубина. Но, на самом деле, тут, я говорю, мнения разделяются. Я, как-то, на эту палочку ловлю даже на, значит, приманке от Суребита, скажем, DeepCraft 65. И вполне чувствую. Конечно, Хардкор и Узурия я не смогу на неё протащить. Точнее, смогу, но я мало чего там пойму. Вот. Ну, опять же, в принципе, тут всё для сравнения. Халки, бандиты, там, не знаю, бомберочки, всякие кренки. Я не знаю. Рефранеры, контркордалы. Множество вообще всяких разных приманок. Раполовские приманки. Все приманки я на форслайне таскаю, и я ей доволен. На самом деле, довольно-таки бюджетно, но не суть. Люди просили какую-то другую бюджетную палку. И я, на самом деле, ну, не знал, какую бюджетную палку можно порекомендовать. У меня вот была только форслайне бюджетная. Остальные все были довольно-таки дорогие. Ну, как дорогие, там, от 5, там, и выше тысяч, там, до 8 тысяч. Вот. И ответить я ничего особо не мог. Был у меня, правда, один опыт. Я начинал с этой палки троллинговать, но, упаси бог, её кому-нибудь советуют. Эта палка была Catfish. На эту палку хорошо ловить Сезанна. Возможно, даже сама, хотя под самым она у меня ломалась. Так, а я не понял. А что, с крокодилом тоже нельзя? Аж с жиговой палкой. Это вообще дешёвая палка, цена ей 800 рублей, там, не знаю, сейчас, сколько она стоит. Разные размеры я брал, у меня было штук 5, наверное. Я затарился ими, там, вообще, просто дофига. И даже успел порекомендовать своим каким-то близким знакомым. Ну, забивает. Они тоже схватили её, до сих пор, короче, не знаю, что с ней делать. Ну, в принципе, как начинающие, для начинающих, эта палка довольно-таки нормальная. А мы как-то с крокодилом. Она, например, вообще, там, никакого у ней... Троллинговали. Вполне замечательно. Никакого, там, строя, особо, прям, сверхбыстрого не было. Палка далеко, вообще, нечувствительная, скажем, вообще ноль. И непонятных Catfish. Больше параболичество. Народная палка. И мне такие палки для троллинга не нравятся. И вообще, когда я стал расти, я стал понимать... Расти, имеется в виду, в троллинге именно... Именно рыбалка с одним спиннингом и со спиннингом в руке. Ловли на потычке. Вот когда я стал расти в этом направлении, я стал понимать, что палка нужна довольно-таки быстрая, звонкая, чувствительная. Вот. И палочка должна быть прочная. Довольно-таки прочная. Особенно, если мы ловим на течении. Но прочная, не дубина. Я говорю, повторюсь, она должна быть звонкая, чуйкая. То есть, каждое, прям, вообще, прикосновение ко дну мы должны чувствовать. Каждое прикосновение к ветке, там, не знаю. Вот как джиговая палка. Только это... Это очень тяжелая джиговая палка. И, скажем... Ну, джиговым не назвать ее. Это какие-то джековые палки, какие-то там, не знаю, еще как-то можно назвать их. Вот. Но не суть. Палка должна быть мощная, звонкая. И размером должна быть где-то 2,10-2,40. Странный. У меня, может быть, метр восемьдесят, но я на такие коротыши не люблю ловить. Дивер так не ловит. Так вот. Я знаю дивера. Прекомендовать мне было нечего. Я не знал, что рекомендовать. Не было у меня таких палок. Кроме той, как говорится, сраной палки Кэтфиш. И вот в какой-то один из дней, прям, как в тему, мне пишет мой подписчик. В Вайбере, там, в WhatsApp, я не помню. Артем его зовут. Привет. Вот. Он говорит, Илюха, короче, слушай, появились палки. Продаются на птичке в павильоне Кайда. Значит, палочки, реплики на интерцептор. Практически один в один. Я это дело быстро подхватил. Посмотрел, говорю, скинь мне фотографии. Мне сбрасывают реально очень палка похожая. Ну, просто не отличить. И я на следующий день, там, через день лечу, короче, покупаю себе две палки. Вот, привожу их домой, сравниваю с интерцептором. Бог ты мой, короче, палочка вообще замечательная. Строй мне нравится, колечки мне нравятся. Вообще все, вообще мне очень нравится. И я делаю фильм. Бюджетная палка, которую я могу порекомендовать. В то время я еще ее не испытывал на воде. Но визуально, вот скажем, как я сказал в том видео, если прийти в магазин, на потряху ее вот потрясти, посмотреть визуально, я бы эту палку себе бы купил бы. И порекомендовал бы кому-то другому. То есть палка идеальна. Визуально тогда была. Вот, и я делал обзор, сравниваю. Палка реально очень похожая на интерцептор. И сейчас я, может, еще раз это все покажу. И вообще в целом, ну, конфета. Нареканий к ней никаких визуально не было. Делал ее фильм. Все, значит, выкладываю его. И после этого фильма, я говорю, пошли комментарии. Илья, как палка, как она на воде, еще чего-то, рыпыры-стопыры. Я уже после этого увидел, значит, успел съездить, по-моему, пару раз на Ахтубу. И, значит, ловил ей мой брат, мой сын. И немного половил ей я. Почему я немного ей половил? Ну, во-первых, сразу, значит, я подарил палку сыну. И пообещал подарить эту палку брату. Пообещал, значит, пообещал. Отдал. Третьей палки у меня не было. Вот. И просто у них брал. И, значит, сам, как бы, чтобы понимать, чтобы вам что-то рассказать, что можно было. Сам ее пробовал. На видосе пару кадров промелькало, где я с этой палкой, по-моему, проходил. Суть не в этом. Моему брату палка очень понравилась. Сын у меня в восторге. Чувствительность этой палки. Даже самый, вообще, человек, который не шарит в поклевках в рыбалке, скажем, Войдите дерево. И то, думаю, что все поймет. Сын у меня не имеет такого большого опыта в троллинге. Но хотя, в принципе, подтягивается. Именно ловит. Постоянно держит в руке на поклевке. Уже понимает, где дно, какая поклевка, где зацеп, где что там, где какая-то веточка, где как... Все вообще уже понимает. Но все равно, конечно, да, это ребенок. И парень, короче, сечет уже. Ну, не как профессионал, скажем. Не как, допустим, там, какой-то бывалый рыбак. И вот он как раз все отлично с этой палкой стал чувствовать. То есть я ему кидавал до этого другие палки. Он говорит, пап, пап, нет, нет, нет. Вот давай мне вот эту. Она легкая. Я ее все понимаю, я ее чувствую. Ему этчип очень понравился. Я думаю, что это вот уже первый отзыв, который я могу сказать. Что палка вот человечку понравилась. Ему я как раз дал 2.10 покороче, чтобы она была полегче. Брату я отдал 2.40. Брат вообще пищит от этой палки. Тоже в восторге. Этот человек уже более-менее разбирается в рыбалке. Более-менее что-то там понимает. И он этой палкой очень доволен. Я ему обещал на день рождения подарить. Я ему ее подарил. Кстати, где-то в видео с воды он про эту палочку там дает отзыв какой-то определенный. Вот. Теперь что я могу сказать об этих палках. Вообще это видео не хотел делать. Но вот у меня 2 палки, значит, связанные вот изолентой. Думаю, ладно, сделаю. Почему эти вот 2 палочки у меня связаны изолентой? Значит, один из моих друзей, Серега Бобер, на Ахтубе очень известная личность, попросил меня, значит, приобрести вот эти 2 палочки. Сам он, значит, ловит на палочке без колец, типа Н-Лайн. И, ну, скажем так, не особо признает другие палки. А эти спиннинги он хочет подарить своим друзьям. То есть они ему тоже реально приглянулись. Так вот, я думаю, совмещу, короче. Покажу вам эти палки. Вот. И сделаю видеообзор этот. Видеоотчет. В принципе, то, что я уже писал, это я подтверждаю вот на камеру. У спиннинга, значит, какой есть недостаток? Короткая ручка, сразу скажу. Какой еще может быть недостаток? Я с этими недостатками, кроме короткой ручки, не столкнулся. Но мои подписчики уже, набрав этих спиннингов, там, не знаю, уже десятки тысяч, наверное, потому что кто-то берет по 5, кто-то говорит по 3, кто-то говорит даже 8, я слышал, берет. Зачем-то, не знаю, сразу 8 штук. Вот. Но смысл в том, что многие уже столкнулись с тем, что у них, значит, при покупке есть такие, ну, скажем, не то, что заводской брак, а, наверное, во время транспортировки, битые кольца, ломанные битые кольца. Вот при покупке надо на это внимание обратить. То есть, некачественно, неаккуратно их хранят на складах. Это факт. Поэтому бланк проверить, колечки проверить при покупке, вот это вот да. Еще какой недостаток, я столкнулся, кстати, с недостатком, это легкое, значит, когда спиннинг, сейчас я вам покажу, это когда спиннинг легко входит и легко выходит, без какого-либо усилия. Это тоже плохо, потому что, значит, при забросе или в каких-либо других условиях, значит, может колено выскочить. А так, в принципе, друзья мои, никаких больше нареканий на этот спиннинг у меня нет. Единственное, скажу так, этот спиннинг не подходит для сверх больших приманок, для упористых приманок, для рыбалки, наверное, на сильном течении. Хотя, опять же, наверное, с чем сравнивать? Я наблюдал на Ахтубе, люди ловят и на джиговые спиннинги, согнувшись у них они в баранку, там вообще там с безнарционными катушками фигачат, трехтысячными там и там чуть ли не двухтысячными. Ну, это дело каждого. Поэтому я посмотрю, с чем сравнивать. То есть для меня, конечно, этот спиннинг, наверное, больше подходит для ловли не на сильном течении, вообще без течения, на озерах, там, я не знаю, на водохранилищах. Приманки должны быть не сильно упористые. Приманки подходят там от каких-то, от хардкоров и до размера, и формы, скажем, бандит, бомбер, 25-й лонг, какие-то 120-й, 125-й там приманки, скажем так. Ну, уже, скажем, допустим, 150-й приманка типа Халки, она, допустим, уже реально тяжеловата для этой палки. Или, скажем, 125-я. Халка на течение эту палку уже довольно-таки прилично нагружает. Ну, как-то так. Я даже не знаю, что еще, как бы, показать и рассказать. Ну, а для тех, кто первое видео не смотрел, во-первых, рекомендую посмотреть его. Так, вам для затравки вот две палки. Кстати, ручка короткая, это не то, что, как бы, минус именно Эчеба. У интерцептора такая же ручка, одинаковая и тоже короткая. То есть, просто мне, они, вот эти кратыши, такие ручки не нравятся, мне неудобно их держать в руке. А вот они, две палочки. Сравнивать я их вместе не буду уже сейчас. Смотрите первый фильм сравнения Эчеб с интерцептором. Там все понятно и видно. Итак, друзья мои. Ставим точку и больше к этому не возвращаемся. Конечно, вы можете написать, спросить, но я говорю, написан отзыв под первым видео. И вот этот уже видос залепил, значит, да. Надеюсь, как бы, тоже будет все понятно. Палка во. Палка прошла испытания в двух поездках. То есть, это четыре недели каждодневной рыбалки. Каждодневной, причем там, я не знаю, по 10 часов на воде, там по 12. Все кольца на месте. Через меня уже прошло порядка, наверное, ну, 10-12 спиннингов. Я не сталкивался с проблемой с кольцами. Не было у меня поломанных колец, какие-то вставки выскочены, еще чего-то. Поднутые кольца ребята пишут. Но, наверное, это бывает, я не исключаю. Значит, просто там, где они покупают, неаккуратно их хранят. Что еще можно сказать? Банк эти рыбалки выдержал. Вообще, спиннинг прошел огонь и воду. Единственное, конечно, воду-то он прошел, а вот огонь, наверное, нет. Мы сильно не ловили какую-то трофейную рыбу, не попадалась она на эту палку. Но с зацепами он справлялся, какие-то ошибки он прощал моему сыну. Поэтому я скажу, что палка отменная. Палочки я себе такие тоже приобрел. Вот, значит, тоже новая палочка. Еще даже ни разу не юзанная. Лежит и на всякий случай, как говорится. Впрок, пусть будет. Все, все, друзья мои. Я даже не знаю, что еще сказать. Я вообще не хотел это видео делать. Вот такой сумбур налепил. Надеюсь, этот сумбур тоже кому-то будет полезен. Ставим точку. Палка-огонь. Для определенных условий, для определенных приманок. Палка с хорошей чуйкой. А самое важное, друзья, это то, что с этой палочкой вы все поклевочки почувствуете в руку. Кстати, для тех, кто просил рекомендации по бюджетным катушкам, скоро тоже будет видео. Пока сюрприз. Пять или четыре, не помню. Четыре или пять катушек я уже вам подобрал и покажу. Катушки есть от двух тысяч рублей и выше. На воде я их еще, правда, не тестировал, но буду тестировать в 2018 году. Но показать заранее я вам их покажу. Может быть, кому-то пригодится. И, возможно, скоро будет видео о инлайновских спиннингах. Бескалечных. Спиннингах, на которых нет колец. Это там, где леска проходит внутри бланка. Все. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всем благ вам, друзья мои. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok